С вами сегодня Степан Овчинников, компания Интерволга, Сергей Рыжиков, 1S Bittrex, Роман Петров, IT-констракт и Александр Богданов, Агима. Ну как-то вы так… Да, вот теперь вот чувствуется, что в этом зале будет жарко. Вы уже наверняка обратили внимание на тему круглого стола, конкуренция или синергия. Да, и это то, что касается вообще партнеров 1S Bittrex, которые работают с одной стороны, объединяя свои усилия, а другой стороны, конкурируя друг с другом. Это касается продуктов. Например, есть продукт Bittrex управления сайтом и Bittrex 24, в котором, как вы сегодня все увидели, выходит интернет-магазин. Конкуренция или синергия? И этот вопрос я, конечно же, адресую сейчас Сергею Рыжикову. Что ждет партнеров 1S Bittrex? Конкуренция или синергия? А это у тебя вопрос или у партнеров такой вопрос? У всех такой вопрос. Я бы, конечно, его расширил, потому что ответ достаточно может быть большой или объемный. Но в целом я бы отвечал со следующей стороны, что изменения на рынке происходят не потому, что выпускают продукты, а продукты выпускают потому, что происходят изменения на рынке. Это во-первых. Появление интернет-магазина и вообще связки CRM. Тут еще раз, здесь несколько событий, которые появились. Интернет-магазин и CRM как некое единое целое, как концепт. Эта история точно будет понятна клиентам и покупателям. Она будет ими принята и они будут хотеть делать на этом интернет-магазин. В облаке или в коробке? Это, наверное, уже второй вопрос. В зависимости от возможности, что им можно предложить. Следующий момент. Опять же, если отвечать. В облаке или в коробке? Облако будет ограничено по визуальному, по представлению. То есть, как бы мы ни старались, мы дадим JavaScript, дадим вам клиентскую часть, но сильно закастомизировать его в общем не получится. То есть, это будет готовое, быстрое, вытащенное из коробки решение. Как вы уже поняли по нашему ролику, мы целимся в сегмент в облаке тех клиентов, которые сегодня в нашей партнерской сети магазины в основном не покупают. Это те, кто сегодня сидят и чаще всего мучаются с обработкой заказов в Инстаграме и обрабатывают таким образом. Это малыши, у которых не так много, либо перепродается заказов, они могут в принципе выйти на какие-то большие там величины или показатели, но тем не менее этот сегмент сегодня вообще скорее не продает в таком виде, в автоматизированном, как мы бы понимали или как бы мы говорили. По поводу коробки. Я уже несколько вопросов услышал после своего доклада. Возможно, я не очень точно сформулировал. Мы там уже немножко спешили в конце. Будет коробка Bittrex 24 для изготовления на ее базе интернет-магазина и CRM. Изготовление на ее базе интернет-магазина и CRM. Можно в эту коробку забрать данные из облака. Вот так же, как сейчас облачный Bittrex 24, можно получить дамп, загрузить и вы получите с типовой публичкой, которая будет в облаке. И дальше можно будет переделать полностью публичную часть. Это считайте в наших с вами терминах BUS. Та же публичка. Все как обычно. Из коробки в облако нельзя мигрировать. Тут ничего не изменилось. Только дорога в одну сторону. По безопасности мы не можем принять. Теперь вопрос был, который мне задавали про управление сайтом. Услышали, что из BUS, из коробки можно будет уйти в облако. Нельзя. Такой возможности мы не можем предоставить. Возможно будет взять коробку управления сайтом или вот, например, работающий интернет-магазин. То есть мы не стали детально анонсировать, но редакция 1SBittrex 24 интернет-магазин плюс CRM, она будет подороже, чем CRM сегодняшняя, и можно будет на нее перейти из BUS. Выглядеть это будет так. Вы, условно говоря, вводите лицензионные ключи в интернет-магазин, ставятся чертова тучи апдейтов, все конвертируется, конвертируются заказы покупателей в CRM, и в принципе получится ситуация, что будет две админки. Пока мы там не все внутренние вопросы решили, возможно мы к одной в итоге сойдемся. То есть будет полностью Bittrex 24 и будет админка управления сайтом. Но вот в админке Bittrex 24 можно будет обрабатывать заказы. Публичку это обновление никак не затронет. То есть все, что вы делали, как вы работали и как покупатели делали, все останется функционировать так же, как задумывалось. Таким образом, предложения от вас, как от партнеров клиенту, может быть несколько. Традиционная интернет-магазин на бус. Все как было, так же и остается. Интернет-магазин на Bittrex 24 в коробке. И интернет-магазин в облаке, настройка, подготовка, старт, при желании переезд в коробку. Синергия или конкуренция? На мой взгляд, мы в нашу с вами сетку втягиваем игроков и покупателей, которые до этого никогда не покупали решение. То есть у нас, во-первых, появляется приходящий микробизнес, который точно будет конвертироваться в коробки. Обязательно. Этот поток, вот как из B24 облачного в коробку есть, он точно так же будет на магазины. Большой и существенный. Во-вторых, у вас появится совершенно другое предложение в коробке для клиентов по интернет-магазину CRM. С точки зрения буст предложение останется таким же функциональным. Возможно, мы придем к единой админке. Ну, наверное, такой сбивчивый комментарий мы не до конца сами знаем. Хотим попробовать понять, как вы отреагируете на первые предложения, как это вам коробка и клиентам будет понятно. Конечно, пока путаница. Две админки немножко странно. Хотя вот у меня телевизор Samsung, есть клиентский интерфейс, и я пультом им управляю. А оказывается, там под капотом есть еще админский интерфейс. Туда можно забраться, и там куча пунктов меню. И можно что-то еще поделать. То есть один для инженеров, другой для пользователей. Возможно, такая модель и сработает. Я думаю, что нужно точнее давать партнерам возможность задавать вопросы, чтобы ответить, что именно может беспокоить, или где, на их взгляд, конкуренции больше, меньше, или как мы это видим. Я не включился. Спасибо большое. Я напомню, что в первую очередь задавайте вопросы, пожалуйста, в мобильном приложении. Именно им мы отдаем приоритет. Я вижу, что коллеги уже начали писать. Но я хотел бы попросить еще Степана Овчинникова прокомментировать. Степан единственный, кто не выступал у нас здесь в партнерском потоке, но зато успел выступить в потоке для клиентов. У нас был отдельный поток «Все обитрикс24», где я наблюдал просто феноменальную очередь в зал. Около ста человек стояли, не могли войти в зал, но слушали очень внимательно доклады снаружи. Степан, скажи, как ты почувствовал, есть рост спроса по отношению к продукту? Было много вопросов, которые касались именно интернет-магазина. Как ощущения? У меня будет не очень структурированный ответ. Скажу, как есть, как в голове не оформленная. Безусловно, это уже стало банальностью. Спрос на «Все обитрикс24» растет на протяжении нескольких лет. И мы были уже в последних рядах партнеров, которые в СССР занялись в «Все обитрикс24». Многие до сих пор не занялись, но были люди, которые значительно раньше начали, чем мы это делали. Поэтому спрос на «Все обитрикс24» растет, и релизы мы видим, это большое сильное движение. Ну, мы пишем по итогам релизов, вот дарю идею, да я же не выступал на партнерском потоке, мы пишем по итогам релизов короткие просветительские статьи, которые нам повышают там, на 100 человек в день трафика. Это работает. С бусом такие штуки давно уже не работают. Поэтому «Витрикс24» хорошо. Одновременно с этим я наблюдаю, ну, тут можно играть терминами, некое успокоение спроса на все то, что мы называем бусом. И Сергей прав, что сначала происходит изменение на рынках, вернее, параллельно происходит изменение на рынках, и меняются продукты. И я спокоен в том смысле, что, будучи программистами, мы при работе, ну, я надеюсь, останемся всегда, потому что какой бы ни был инструмент, пока его можно пилить, будет огромное количество запросов, чтобы его пилили. И нам, ну, в каком-то смысле, все равно, что пилить. Это не 100% утверждение, но плюс-минус. Вот вопрос, который у меня остался без ответа, это вопрос ко мне скорее, вряд ли кто знает на него ответ. В какой степени и с какой скоростью будет уменьшаться количество тех заказов на работу на бусе, к которым мы привыкли? А привыкли мы к большим, долгим, достаточно дорогим работам на битве с управлением сайта? Клиповое сознание, облачные интерфейсы, упрощение всего, Инстаграм вместо интернет-магазина, ведет к тому, что, кажется, скоро только Эльдорадо и Нвидео и останутся навороченные интернет-магазины, а все остальные сделают себе какой-то облачный продукт. Вот этот вопрос у меня не имеет ответа. Что делать с партнером, который весь свой бизнес строит только на бусе или только на продаже тиражных решений или только на внедрении бизнес-процессов, я не знаю, только на шаблонных сайтах? Я, честно говоря, не знаю, потому что я не сижу в этой шкуре. Не знаю. Вот ответил на такой вопрос или нет? Спасибо большое. Есть вопрос к Александру Богданову. На самом деле это как продолжение его выступления. Вот два разных кейса. Например, у Романа Петрова был кейс, связанный с работой отдела продаж. У Александра Богданова кейс, когда он уволил отдел продаж, но в структуре компании есть отдел проектных групп и отдел производства. Как без отдела продаж вообще можно сохранить и обеспечить хвост из клиентов? Ну, вообще надо отдать должное Bittrex. Bittrex генерит очень хороший объем заявок. То есть зачастую, когда тебя зовут в тендер, там уже прописано требование, что это будет продукт от Bittrex. Собственно, к чему нас это направляет? Но на самом деле не важно, у тебя есть отдел продаж или его нет. Важно, чтобы на тебя был спрос. Вот если мы говорим про поток лидов от Bittrex, то спрос здесь очень просто, как бы к себе именно сделать правильно. Первое. Ты должен уметь качественно делать на Bittrex в соответствии с регламентами продуктов Bittrex. Соответственно, тем самым обеспечивая отчуждаемость своего кода. Можно будет любой другой команды передать, можно будет масштабировать команду. Второе. Ты можешь, одним из основных конкурентных преимуществ может быть и скорее всего станет хорошая, большая команда сотрудников, которые работают на Bittrex. Причем это команда системная, опять же масштабируемая. Мало того, вот я скажу так, что раньше я думал, что мы можем все лиды забрать, все лиды освоить. В конечном итоге я понял, что даже с Bittrex мы все лиды не можем взять и освоить. И на самом деле, если ты качественно отстроился, причем ты можешь, например, взять и только использовать канал заявок Bittrex, и качественно отстроиться свой бизнес весь чисто под этот канал. То есть уметь делать хорошо сайты, например, только на Bittrex. И быть полностью загруженным на многие годы вперед и с хорошей масштабированностью. Потому что такие команды, которые умеют делать качественно, системно, отчуждаемо на Bittrex, и умеющие масштабироваться на вес золота, не просто на рынке прямых продаж клиентских, но и в том числе на суподрядном рынке, который достаточно развит. Вот мы, например, постоянно в поиске команд, которые умеют хорошо делать продукты на Bittrex, и у нас 80% разработки на Bittrex. И мало того, мы иногда эти команды покупаем даже, потому что реально спрос на эту разработку очень высокий. Поэтому я бы, давая совет, резюмирую то, что я говорю, давая совет любой студии, которая работает и производит продукты на платформе Bittrex, я бы рекомендовал не думать об отделах продаж или увольнять отделы продаж и концентрироваться на проектном менеджменте. Я бы рекомендовал отстраивать инфраструктуру бизнеса, которая позволяет масштабировать команду, нанимать, обучать, значит, отчуждать продукты. И я вас уверяю, вы будете всегда полностью загружены, а если не будете загружены работой, приходите к нам, мы вас загрузим. Отлично. Спасибо большое за ответ. Друзья, я буду… Да, Роман Петров. Да, я хотел добавить еще вот такую вещь, что на самом деле с выходом Bittrex сайта и с выходом интернет-магазинов мне очень нравится этот тренд, потому что последние несколько лет для нас лично была вот такая ситуация, что проекты все больше усложнялись. То есть, если мы делаем интернет-магазин, мы начали клиент с клиентом работать, он там запустил небольшое его, потом у него пошли заказы, соответственно, интернет-магазин стал важной частью его бизнеса, ты не можешь уже просто так нажать кнопку «Обновить», ты должен делать там систему тестовый сервер, сервер продакшена, систему выкатки изменений на проекты. И получается, что рынок меняется, клиентов, у которых интернет-бизнес стал настоящим бизнесом, но все больше и больше, а новые игроки, новые интернет-магазины не могут подтянуться до их уровня, потому что, ну, и вход для них в настоящую вот в эту разработку, настоящую работу с настоящим интернет-магазином получается дорогой. То есть, они не могут просто так прийти в нормальную веб-студию и сказать, ребята, сделайте нам маленькую работу. Мы им говорим там 100 часов, например. Они говорят, а что в эти 100 часов входит? Мы говорим, мы будем 2 часа делать твою работу, 30 часов настраивать там тестовый сервер, там еще 20 часов там описывать все это. И для меня вот появление облачных решений, битрекс-24 облачных интернет-магазинов позволяет ребят, вот, ну, малышей подтянуть к вот этому уровню. То есть, они опять могут работать, назовем так, с веб-мастерами, то есть, с теми, кто компетентен, ну, там, настроить, обучить, проконсультировать и стартануть их в магазин. И потом они переходят уже в коробку и начинают пользоваться нормальными технологиями. Отлично, спасибо большое. Небольшой комментарий. Да, конечно. Саша, конечно, хитрит немножко. По отделу продаж, не нужен отдел продаж, не соглашусь. Во-первых, рынок производства сайтов, зрелый рынок. Любой зрелый рынок требует определенных изменений. Это CRM-ка, учет каждого контакта, построение отношений с клиентом. И вот на этом рынке, даже больше, чем на рынке Bittrex 24, вы уже должны работать системней с точки зрения продаж. Это то, что в нашей внутренней работе, на мой взгляд, должно поменяться. Мы много лет говорим и пододвигаем, и даем сам Bittrex 24 бесплатный, облачный, коробочный. Любой используйте, запускайте CRM. Потому что клиентов больше не становится в целом. Вернее, становится примерно на 5-10% в год. Но сами по себе интернет-рынки конкурентны. Ключевым для нас с вами маркером интернет-рынка и производства сайтов является рост интернет-аудитории. Она растет не очень сильно. 1-2%. Считайте, что не растет. А это значит, что у всех людей есть привычки. Они уже привыкли на какие-то интернет-магазины ходить, они привыкли какими-то сервисами пользоваться. И любой новый игрок, выходя на рынок интернет, как и на любой рынок, начинает конкурировать за их внимание. Пытаться ее подтянуть и собрать. Есть много способов. Они успевают, они начинают делать. Но проекты более сложные. Они все про бизнес и все про измеримый результат. Поэтому как раз мы еще больше уверены, что с CRM-кой у нас более четкие аргументы и понятные цели получаются. То есть важно понимать, что происходит на рынке и правильно организовывать свое внутреннее производство, свои процессы. Потому что нельзя сидеть и говорить, я хочу настаивать, чтобы все было так же, как и раньше. Оно уже не может быть так, потому что снаружи все поменялось. Мы внутри должны точно так же меняться. Большое спасибо Сергею. Я напомню то, о чем мы говорили с вами в начале партнерского потока. Это и наш план передавать все лиды вам прямо в CRM. Для того, чтобы вы могли по вашим бизнес-процессам качественно работать с клиентами. Вопрос от Юрия Дудя. Я задам чуть позже. А сейчас вопрос, наверное, мне бы очень хотелось, чтобы Роман Петров на него ответил. С момента выхода интернет-магазина на Bitrix24 у партнера, по идее, уже должны быть эксперты в этом продукте, которые сделают работу быстро и качественно. Они будут учиться на клиенте. А вот как этого добиться? Вы можете получить экспертизу двумя путями. Вы можете сделать учение. То есть взять продукт, попробовать с ним сделать интернет-магазин. Вы можете позвать клиента и сказать, слушай, вот смотри, есть новый продукт, вообще новый огонь продукт. Давай мы с тобой пилотное внедрение сделаем и про тебя потом еще расскажем там. И наши продвиженцы про тебя статью напишут там. Ты выступишь на конференции, будешь. Один не согласится, другой согласится. Ну и третий вариант. Вы можете сказать, мы эксперты. Сделать лицо тяпкой. Ну и просто вы не верните. Ну не получилось. Чуть-чуть потом подправим. Тоже вариант. Хорошо, может быть, сюда хотел бы добавить. Степан Овчинников. Если я правильно понял, да, вопрос был про новый продукт Bitrix 24. Именно. Интернет-магазин. Да. Ну я провокационно отвечу. Рома всегда за добро. Я с другой стороны. Действительно продукт, то, что нам сегодня было показано, не выглядит сложным. И компетенции у партнеров, что у партнеров, у любого опытного человека, который прошел какой-нибудь контент-менеджер администратора базовый, многие проходят, да, не будучи высококвалифицированными людьми, они могут им управлять. И вопрос на самом деле не в том, как получить эту компетенцию, она правда есть. Вопрос в другом. И он часто всплывает. И он провокационный. А нужны ли вообще партнеры в таком продукте? Вот я поделюсь наблюдением после выхода сайта. То есть числа, которые Сергей показывал и в приватных беседах, сегодня они впечатляют. Огромное количество сайтов выпущено. Вот я не знаю, может партнеры другие поправят, все-таки у нас немножко разные рыночные ниши. В нашей работе Bittrex24 сайты не произвели вообще никакого эффекта. Да, вышел продукт. Да, его можно настраивать. Ни один наш клиент не стал пользоваться этим продуктом. Никто не пришел к нам с этой настройкой. Мы сами в целях эксперимента создали два сайта. Испытали широкую гамму эмоций от восторга до ужаса. Но, скажу так, наш быт это пока не изменило вообще. И то опасение, которое кто-то выскажет, а кто-то нет. А вот если Bittrex, дай бог здоровья, так же будет работать. А наш рынок, скорее всего, не изменится. Ну, а не уменьшится ли он просто раз в пять за счет того, что все больше станет бесплатным? Я обещал провокации. Я вопрос. Не понял, как ты на провокацию вышел? Никакой провокации я не услышал. Сначала ты сказал тезис. Сайты выпустили, для нас ничего не изменилось. А вдруг тут упадет на пять? А чего вдруг? Ну, то есть, как ты вышел на этот тезис? Вот может быть, в этом как раз провокация. То есть, я не вижу, ничего не чувствую, но вдруг станет. Ну, тут прозвучал еще один момент. Интернет-магазин получится простым. Не получится. В облаке не получится интернет-магазин простым. По ряду причин. Во-первых, сразу не получится простым. Мы, конечно, не волшебники. И волшебники, но не до какой степени. Вот реально сейчас в интернет-магазин перенесено 80 форм. То есть, 80 страниц, которые настройки из буса, параметры, скидки, купоны, масса других вещей. Что-то засунули в слайдеры, что-то в других моментах. Ну, мы все не переделать не можем так быстро. Оно, во-первых, остается сложновато. Это раз. Во-вторых, ну, давайте по-честному представим себе клиента. Для него интернет-магазин сложная история. Это было и остается комплексным продуктом с точки зрения бизнеса. Организоваться, подключить, организовать процессы. Да даже если он может тыкать все, ему не нужно решать вопросы с хостингом, у него остается такой спектр вопросов, на которые он не может чаще всего найти сам ответ. Да, будет сценарий, когда можно забить там первые 50 товаров и сразу опубликовать и пойдут заказы. Но у него тут же пойдут запросы. Хочу по-другому, хочу организовать логистику, хочу роботов, хочу, чтобы бизнес-процессы были по-другому. Это настолько высоко консалтинговый сервис, здесь ничего не изменилось. Мы раньше всегда говорили, что интернет-магазин был и остается бизнесом не характерным для обычного оффлайнного бизнеса. То есть они его быстро стартанут, но им обязательно нужна будет помощь. Еще раз, мы будем активно работать над упрощением, уже очень много сделано, то есть реальная и обработка заказов получилась прекрасная, каталог товаров хороший получится, много настроек останется, возможно в перспективе появится мастер, но рынок, он немножко отличается от того, что вы делаете, но он легче, это легче деньги, чем там объем программирования, плюс на вашу компетенцию, которую вы знаете. По поводу станет ли меньше. Я как раз говорил перед этим тезис. Есть рынок, который сегодня к вам не ходит, то есть микро и малый бизнес не может прийти к вам с просьбой, а сделайте мне, а вы ему сразу входят, 200 тысяч. Он только вот дверь открываете, а у него там табличка, 150, не начинаем меньше говорить. Он дверь закрывает, да и не начинает с вами говорить, потому что они рассказывают потом, да, я звяхнул там партнером Битрикса, но там такой ценник, я даже не знаю, как мне, он чего-то уже попробовал, где-то склепал, вот не получилось, там еще что-то. А почему, кстати, вот еще один момент, почему мы вообще сделали сложный магазин, в смысле многофункциональный, давайте так скажем, почему мы все решили перетянуть, я уже отвечал в кулуарах партнеров, мы исследовали западный рынок и пришли к любопытному заключению, что вообще облачные продукты на первый взгляд кажутся простыми, и вот это примерно у нас получится такая, на первый взгляд они будут казаться простыми, а внутри под капотом у того же Shopify там довольно много настроек, параметров и куча-куча других вещей. И просто так там не настроишь, и просто так там не прорвешься. То есть почему это сделано? Потому что сразу за первым шагом и за удовольствием первых продаж начинается ну не таким словом я бы это назвал. Начинается специфика интернет-торговли. Ее нужно понимать. В ней нужно, чтобы кто-то помог, проконсультировал, запустил, сделал. Мы уверены, что у тебя наоборот будет приток из тех, кто начнет продавать. Вот мы с тобой в кулуарах говорили, что он нам рассказал по секрету? Жене сделал интернет-магазин в инстаграм на 500. Не будем показывать пальцем. На 500 процентов выросли продажи. Она ссылку в профиль инстаграма указала, да? И стала заказы обрабатывать. Они сейчас чаще всего мучаются вот в этой истории, а у них появится возможность зарабатывать. Через полгода он ваш. И вы будете с ним работать. Отлично. Спасибо большое за ответ. Друзья, мы готовы к тому, чтобы передавать микрофоны в зал. А, Александр хочет ответить. Давайте дадим слово. Чуть-чуть прокомментировать. На самом деле я согласен с моментом, что новый продукт это в любом случае новая возможность. Ты не знаешь, как продукт, каким спросом будет пользоваться в будущем. Но есть вероятность, что спрос будет большой. Вот я помню прекрасно выбор, который стал когда-то передо мной, когда появился продукт, корпоративный портал, да? И мы сразу же хотели сделать несколько порталов. Спроса не было поначалу. Когда он появлялся, в принципе, никто на нем особо ничего делать не умел, поэтому все перезакладывались в часах. Это было видно в сметах. А кто-то, например, как мы тогда чуть допинговал, продавал дешевле, потому что понимал, что ценность вот этого первого опыта, первого кейса или может быть наиболее интересного кейса, она потом значительно лучше монетизируется, если мы как бы верим в этот продукт, То есть здесь такое партнерство настоящее. Я помню отличный кейс, когда к нам пришла обе компания, да? И мы сделали самый большой корпоративный портал на Битриксе, значит, в России. Это было очень круто, мы об этом здорово пошумели. И после этого все вот похожие большие игроки, у которых корпоративные порталы были сложные, неповоротливые, там и так далее, пришли к нам узнавать, как выглядит процесс геймификации, который мы реализовали в этом портале, ну и целый ряд вещей. И вот он, хвост заявок, о котором ты говорил в начале. Отлично, спасибо большое за ответ. Друзья, поднимайте руки, кто хотел бы задать вопросы зала, мы будем передавать микрофоны. Представляйтесь, пожалуйста. Александр, компания концепт. Здравствуйте. Вопрос следующий. С выходом Битрикс24 интернет-магазины, в принципе, действительно очевидно, что рынок индивидуальной какой-то разработки, ну там, где нужна компетенция, подумать, что разместить, настроить, он не уменьшится. А как насчет готовых решений маркетплейса, на ваш взгляд? Потому что, на наш взгляд, собственно, этот рынок, он как раз угнетает. Угнетает? Да. Готовое решение с маркетплейса, но создает конкуренцию. То есть и в первом вам кажется случай уменьшится и во втором? Нет, в первом случае, когда индивидуальная разработка, то есть клиент приходит, говорит, мне вот так, так надо, я не могу настроить, настроите меня. Там рынок только скорее вырастет, но не уменьшится. А в случае с маркетплейсом? Я с первым не могу, в принципе, согласиться и приведу вам еще раз пример. Помните, была коробка, корпоративный портал, не было облака. Мы выпустили облако, что уменьшился объем заказов на корпортал? Намного больше вырос. Стандартный сценарий посмотрели, попробовали, пожили, переехали. Объем клиентов, которые попробовали продукт, намного больше. Учебные материалы, масса других вещей. По поводу маркетплейса. Сегодня мы не сильно раскрывали эту тему. Скорее всего, это будет существенная тема, освещаемая в осенний релиз. Мы уже заложили весь фундамент, весь маркетплейс, который для сайтов, он точно так же подойдет и будет работать для интернет-магазинов. Мы видим там очень высокую перспективу в публичке, в настройке публичной части и в мастерах специализированных настроек для конкретных бизнесов. То есть, когда вы будете подготавливать интернет-магазин для определенной области, не знаю, торговля цветами, не знаю, какие-то еще другие сценарии, потому что это будет даже настройка не только публички, но и внутренних процессов. Вы будете приносить им компетенцию и давать дополнительные. Я считаю, что и первый, и второй путь ведут к увеличению объема работы. Я имею в виду маркетплейс для буса. Так. Уточните тогда еще раз вопрос, если есть. Есть шаблоны для битрикс управления сайтом, ну, маркетплейс, да. То есть вы считаете, что он уменьшится? Да. Он может уменьшиться только по одной причине. Если уменьшится сам по себе рынок буса. Наша точка зрения, что профессиональный сегмент разработки не уменьшится, а возрастет. Все приложения маркетплейса, которые доступны для буса, мы можем выпустить в маркетплейс для битрикс 24 коробочного. Потому что это публичные интернет-магазины, они же публичка для B24 и для буса единая. Компоненты и логика. Сейчас, по-моему, это не так. Но вообще совместить маркетплейсы можем запросто. Поэтому опять не вижу рисков. Друзья, поднимайте руки, кто хотел бы задать еще вопросы. А так как они общие и мы разрешим сайты делать, то можно попробовать объединить и разрешить инсталлировать. Но надо, чтобы ставилась в публичку B24, в админку B24. То есть, чтобы там появлялся интерфейс управления, а не в админке буса. Окей, да, логично. Пожалуйста, вопрос. Пока вы готовитесь… А, отлично, передаем. Потом я из мобильного приложения зачитаю. Добрый день всем. Сергей Полищук, компания «Все мое». У меня три вопроса. Появятся ли в облачной версии кнопка «Назад» в настройках, ну, отменить назад и для пользователя, если он сделал неверное действие, чтобы ему вернуть назад то, что было за пять секунд до этого. Я бы предложил сегодня на этом круглом столе не обсуждать интерфейсы и доработки, потому что мы уйдем с вами в очень специализированную область. Большинству будет не очень интересно. Если будут вопросы, лучше в техническом потоке поговорить с ребятами, либо после этого круглого стола. Хорошо? Ну, я не знаю, насколько остальные вопросы к этому. Нет, я задам, а вы уже… Значит, макет с какими-то готовыми настройками для презентации пользователя. Достаточно такой, ну, полноценный настрой. Потому что одних интересует одно, других другое. Есть кейсы клиентские, но клиентские кейсы тоже… Интернет-магазин, а настройки интернет-магазина? Ну, любые. И интернет-магазина, и битрикс24, там все вместе можно. Но готовый, потому что у различных вендоров на западах есть готовый. Далее логин, пароль, можно посмотреть, весь готовый портал, сервис-систему, полнофункционал. Вопрос этот у нас внутри все время обсуждается. Нам кажется понятным и разумным появление таких пресетов, настроек под определенные сферы бизнеса и определенные области. останавливают несколько вещей, кучу других дел и непонимание специфики конкретных бизнесов. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы могли сделать это сами. Вы понимаете область и работая с клиентом, вы могли бы давать пресеты. То есть некий мастер, который создаст поля в CRM, настроит поля в заказах, которые настроят интернет-магазин и даст что-то более готовое под конкретный бизнес. мы скорее всего долго туда еще не дойдем. Плюс еще раз подчеркну, учитывая наш профиль и то, что мы стреляем на мир, нам сложно попадать в конкретные области на локальных рынках. И я искренне верю, что это прекрасная поляна, на которой можно ту компетенцию, которую у вас есть по клиентам, по рынкам использовать. Если нужно API, встраиваться, мастера, какие-то еще вещи, буду очень рад с нашей стороны поддержать, чтобы это стало возможным. Спасибо большое. Алексей Сидоренко хочет задать вопрос. Я бы себе задал следующий вопрос. Окей, открывается новый сегмент мини-бизнесы и микро-бизнесы. А на них заработать вообще что-нибудь можно? То есть понятно, что можно подождать, пока они вырастут и так далее. А вот бизнес-процесс надо перестроить? С ними работать надо по-другому? И деньги получить до того, как они уже прорастут повыше и станут нам обычными? Вот такой вопрос я бы себе задал. Так ответь на него. Я могу ответить, если хотите. Как вы ответите. Да, на самом деле вопрос такой, да? Если у тебя вариант делать только микро и мини-бизнес, тогда ответ да. А что еще делать? Придется делать микро и мини-бизнес, пока у тебя не будет вариантов делать биг-бизнес, да? Вот Если у тебя есть возможность выбора и у тебя есть заявки такие-таки, то, наверное, самому стоит делать только биг-бизнес. А вот остается второй вопрос, а что делать с микро и мини? Выбрасывать, отказываться? Мое мнение монетизировать. В любом случае кто-то должен делать микро и мини-бизнес. Ну, в принципе, я похожий ответ дал, то есть о сам себе. Уже были ситуации, да, когда рынок замели возможности новые появлялись, ну, менялся. да, так получилось, на marketplace да, стал возможным. Бам, открыли какой-то сегмент. Битрикс 24 вышел, или даже код портал, да, бам, открыли какой-то сегмент. И так далее, то есть сегменты все время как-то открываются. И единственным способом, да, понять, можем ли мы на нем заработать или нет, это попробовать на нем заработать или нет. Да, отстроить вот кто-то, вот многие из вас отстроили бизнес-процесс под что-то новое. Вот Роман Петров я помню одно дело под техподдержку в одно время отстраивал. Открылся новый сегмент, а у кого-то это не получилось. Да, но это не значит, что самая идея каким-то образом там плохая. Открылся новый сегмент. Он стал нашим, этот сегмент, то есть фактически раньше он не был нашим, для нас открылся. Мы не могли на него претендовать. Еще раз, очень похожая ситуация с корпорталами. Была коробка и мы работали с средним и крупным бизнесом. Запустили облако, стали работать с малым, средним и крупным. Сейчас даже растянулись на микробизнес. Мы только выиграли. Да, это действительно другой бизнес. Кто-то так предпочел остаться в сегменте профессиональной разработки и в основном программирует. Много, объемы и часы. Вот вы здесь всех посадили, они все тяжеловесы. Не тех посадили. Но кто-то запустил продажу облака. Построил конвейер, построил услуги и говорит, а мне легче стало продавать. Я что-то от программистов перестал зависеть. Стал меньше делать вот этой работы, но стал делать больше другой работы. Но это в итоге наши рынки. И между ними очень хорошая синергия. Они хорошо друг друга подпитывают. Это прям прекрасно. Поэтому мне кажется, выход на правильную формировку микробизнес, он собственно вопрос адресует нам, а мы готовы у себя новый какой-то запустить внутренний процесс, внутреннее направление другое или нет? В этом вопросе. вообще-то есть компании и они существуют уже очень давно и они почему-то вне нашей орбиты, но в смысле не видны, которые на фиксированных услугах, да, там фикс, очень маленький фикс, делают просто тоннами те самые решения, сайты и все прочее. Там шаг-лево, шаг-право, расстрел, но за маленькую денежку получить вот быстро понятный результат, не своими руками, это не конструктор, да, такие бизнесы есть и даже давно существуют. Чего денег много там? Ну, я могу лишь судить, нет, думаю, что нет, да, я могу лишь, поскольку у них нет маркетингового плеча, то есть их не видно массово, но тем не менее это довольно устойчиво, то есть им там лет по 20 некоторым из них, то есть свое они заработают. Маркетинговое плечо появляется, я надеюсь, появится именно потому, что мы вышли, да, у нас маркетинг нормально может все сюда ввалить в привлечении. я, короче, думаю, что на следующем мероприятии будет прям интересно такую тему забронировать, то есть первые успехи по работе с микробизнесом. Хорошо, друзья, у кого есть еще вопросы, я пока на вопрос Алексея Сидоренко тоже от себя хочу ответить. Сергей упоминал сегодня про новый тариф облачного Битрикс24, CRM+, который запустился буквально перед Новым годом. И когда его запускали, там ограничение всего 6 бизнес-пользователей, то есть это на микробизнесы как раз рассчитано. Когда его запускали, мы ожидали, наверное, клиенты сами пойдут на сайт и будут покупать. Вы удивитесь, но партнеры пришли заказывать для клиентов и объем закупок, которые сделали партнеры, он был значительно выше, чем объем закупок, которые клиенты сделали у нас напрямую. Давайте маленький эксперимент проведем. Вот здесь сидит, наверное, всего 5% партнерской сети. Кто CRM+, продавал уже? Поднимите руки. Окей, вот вам ответ отчасти на этот вопрос. То есть да, на этом можно зарабатывать, с микробизнесами, можно зарабатывать. Вопрос, который задал человек по фамилии Дудь, не пришедший сегодня на мероприятие. Сколько кто лично зарабатывает в год? Так, разбавим немножко нашу дискуссию. Налоговый, налоговый, да? Да, да, да. Юрий Дудь, не пришедший на мероприятие, да? Вот тут, конечно, пальма перестов лежит Сергею. У нас было закрытое мероприятие, на котором все, я так понимаю, присутствующие были месяц назад. И начали мы именно с этого вопроса. Да? И Сергей изящно от него ушел. Я бы так сказал. Это для меня было открытием. Мы вот из очень маленькой компании, когда я пришел работать в нее, потом стал руководителем. Очень долго мне казалось, что вокруг все такие крутые, и, значит, люди там много денег зарабатывают, вокруг нас бизнесы. И вот не так давно, ну вот буквально, может, год-два назад, я понял, что огромное количество компаний работают, вообще-то говоря, в ноль, а иногда и в минус, а иногда и в затяжной минус. Это очень неприятно. И вот партнерские конференции и битриксы всегда были тем местом, где нас учили, ну, меня учили, да? При отсутствии бизнес-образования, как и, наверное, у большинства, ну, вообще, там, думать и делать. Я вот Сашу Богданову в 2009 году, это был первый год существования Агима, если я не ошибаюсь, или восьмом, послушал на какой-то конференции. Тоже много умных слов наслушался тогда. Так вот, вот мы сейчас все обсуждаем и думаем там страхи, изменения, рынок, все дела. Давайте прочно это посмотрим. И Юрий Дуит из Фейсбука прав. Как нам прибыльными-то остаться при всем при этом? Как сделать так, чтобы нашей компании ту хотя бы норму прибыльности, которую мы закладываем? Кстати, вот Сергей чудесный опрос проводил, или Алексей проводил. Это была классная вообще картинка. А поднимите руки, кто знает свою норму, свою прибыльность за семнадцатый год? Вот стало лучше, стало лучше. В процентах? В процентах? Кто знает? Вот даже вопроса не понимаешь. Мне кажется, что все знают прибыльность. А я знаю лично человек 15 партнеров, которые в феврале еще не считали. Они в феврале еще не знают норму за фактическую прибыльность за семнадцатый год. Считать? Ну, может быть. Поэтому нам надо уметь считать деньги. Это отдельная дисциплина. Нас этому не учат. Excel и программирование учат, а считать деньги не учат. И большое спасибо Bitrix, ну, не за наше, конечно, счастливое детство, но за то, что они нас этому учили и продолжают учить. И вот так отвечу на этот вопрос. Все очень просто, да. У меня есть зарплата, я посмотрел на хитхантеры, сколько получает директор в Новосибирске. То есть вот у меня такая зарплата и дивиденды. Такая зарплата и такие дивиденды. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос из мобильного приложения. Спасибо за развитие продукта Bitrix24. Как планируется развитие поддержки продукта, а именно расширение времени работы с учетом географии нашей страны? Например, во Владивостоке плюс 7 часов в Москве, Петропавловск-Камчатский плюс 9 часов. То есть здесь нужна большая оперативность, гарантия клиентов. Вопрос, могут ли помогать в этом партнеры? Или это исключительно вопрос к вендору? Вот мне интересно, как не только Сергей Рыжиков на него ответит. Я могу на самом деле ответить хороший вопрос. Я помню, мы когда-то решили, что нам надо сделать 24 на 7 саппорт. Мы были маленькие. Естественно, все хотели спать. И мы долго думали, как это вообще реализовать? Это же такая офигенная услуга. Если мы сможем отлаженно ее сделать, это реально попрет. И вот тогда как раз ответом была вот эта вот региональная история. Мы подумали, послушай, пока мы спим, другие ребята уже встали. И мы нашли несколько партнеров, с кем просто договорились. И реально сделали 24 на 7. Ну, понятно, что это сложно прописать все вещи. То есть у нас было в нормальное московское рабочее время, грубо говоря, отрабатывали тикеты, какие-то производственные. Но реально административные саппорты и так далее, все было 24 на 7. Дешевый способ сделать 24 на 7 эту услугу. Отвечая на ваш вопрос, я за битрид, конечно, ответить не могу, но мне кажется, вообще любая консолидация сил партнеров, это однозначный путь к успеху и очень дешевый путь к успеху. Отлично. Спасибо большое, Александр. Наверное, я отвечу, у нас основное производство в Новосибирске, и к нам действительно приходит много заказчиков с Дальнего Востока, которые хотели бы работать с профессионалами, и ближайшие находятся где-то вот в нашем районе, и их устраивает, там плюс 3 часа, разница по суппорту. При этом никто не мешает сделать прием заявок 24 на 7 и критических обращений 24 на 7, то есть если посмотреть запросы, с которыми клиенты обращаются, то большая часть запросов вполне может быть решена в рамках обычного рабочего дня, того или иного часового пояса, а экстральные и критические, но ради них можно и экстратики-то сделать, и какие-то там очень быстрые уровни обращения. Спасибо. В прошлом году вообще, кстати, вот по управлению сайтом, по битриксу управлению сайтом, мне кажется, я на одной из конференций рассказывал, что мы тоже пробовали сделать 24 на 7. Это жуть. Тикетов очень мало, люди засыпают, график странный, причем вообще если что-то серьезное, то нужны взрослые, а в ночь их редко выводишь. В общем, странная услуга. Ну, две недели мы поиграли, никто не заметил, а мы вам не сообщили, мы думаем, если мы делаем что-то правильно, все должны это заметить, да? Тишина. Ничего не изменилось. Ладно, с бусом мы сняли 24 на 7. Сейчас по битрикс 24. Все в общем понятно. Прошлый год у нас была цель перейти на онлайн-консультирование по всем странам. Мы перешли. 35 операторов, у них специальная система обучения, у них несколько тестов и потоков, и один из которых связан именно с клиент-ориентированностью и с работой, с возражениями, с аудиториями, с настроением. То есть их отдельным образом готовят. И довольно существенная ротация. То есть не все приживаются. Это прям есть у наших сегодня такое понятие, должны были, кстати, сегодня быть доклады о нашей поддержке, так как работают сегодня операторы. Есть такой понятный термин у наших, не клиент-ориентированный. То есть продукт знает, разбирается, знаний хватает, общаться с клиентами не может. По разным причинам. Вот в этом году у нас задача выйти на 24 на 7. По ряду стран вышли, то есть по некоторым языкам мы справляемся, по России именно из-за распределенности пока не вышли, но вообще хотим, хотим, чтобы получилось 24 на 7. В принципе, сегодня кто-то из операторов есть в онлайне 24 на 7. Единственное, что они могут на других языках болтаться и не успеть ответить российский. Но, по-моему, сегодня к утру очередей особых нет. Но вообще задача этого года перейти на 24 на 7. Спасибо большое. Можно добавить еще, если говорить про управление сайтом, то у нас, например, показала очень хорошая вещь не 24 на 7, а нормальные дежурные специалисты на выходных. То есть вот это очень востребованная услуга. То есть когда интернет-магазин работает, то есть и когда они могут в выходной день обратиться, их вопрос будет решен квалифицированно, не просто отписан именно машину. Отлично. Пока вы готовитесь задавать вопросы, я хочу задать вопрос от себя. Мы, конечно же, проводили в очередной раз анкетирование партнерской сети. И вот последние два раза осенью прошлого года и весной этого мы задавали вопрос, как много вы тратите на маркетинг, например, на интернет-маркетинг. И увидели картину. Роману Петрову этот вопрос сегодня уже задавали. Я хотел бы его задать Александру, Сергею, я знаю, на что ответит, и Степану. Сколько процентов от дохода либо от выручки нужно тратить на маркетинг, по-вашему? Это 5%, это 30%, полпроцента. Я сторонник того, чтобы вообще ничего не тратить, на самом деле. Вот если придерживаться этой философии, то маркетинга будет много, а денег будешь тратить мало. Значит, ну, теперь чуть поясню. Первое. Бартер. Причем не бартер, в классической форме ты, не знаю, сделал сайт, а тебе дали какую-то площадку, предположим, да? Скорее, такой кооператив. Вот мы можем дать, например, инфоповод или какой-то контекст, какой-то контент, да? Интересный. А площадка нам может дать за это как бы размещение и промутирование его. Вот я очень часто в этих историях играю. Значит, это касается и конференций, на которых мы секции организовываем, это касается и различных колонок в СМИ и так далее. Все это бесплатно, я за это ничего не плачу и это очень классный маркетинг. На это только тратятся мои личные часы и часы определенного количества людей в моей компании, да? Вот. Есть вещи, которые априори стоят денег. Например, рекламные площади. И рекламные площади просто пустыми я никогда не беру. То есть, я просто тупо рекламу не покупаю. Рекламу я беру только для того, чтобы усилить влияние определенного месседжа, который я хочу донести. То есть, если посмотреть всю пиар-активность Агима, то это целый ряд, ну там, скажем, 5-6 основных месседжей в течение года, которые мы хотим донести. Статья, несколько статей вокруг, целый ряд докладов на конференции, которые к этому основному, как бы, к самой идее будут приурочены. И дальше, чтобы фон был более масштабный и сильный, мы закупаем рекламу. Баннерную рекламу, мы спонсируем ряд мероприятий, чтобы, опять же, наши логотипы были. То есть, все в этом одном ключе. То есть, это только, чтобы чуть-чуть усилить охват. А так, в целом, мы стараемся ничего не тратить. Но, опять же, чтобы не быть голосовым, ответить в цифрах, я скажу так. Когда мы были маленькие, когда у нас оборот был до 60 миллионов, мы тратили на рекламу где-то процентов, наверное, ну, вообще, на весь маркетинг в целом, процентов 10 от оборота. Это много, я считаю. Вот. Сейчас мы тратим, наверное, процентов 2, максимум, с учетом всех наших активностей. Вот как-то так. Отлично. Спасибо за ответ. Степан. Александр, как всегда, очень системный подход. Я заслушался прям. Ну, идеологически, наверное, согласен, а практически реализация у нас другая. Рублевых расходов на маркетинг у нас, ну, пожалуй, нет. То есть, эта цифра или ноль, или близко к нулю. Ну, командировку одного сотрудника на отраслевое мероприятие, чтобы он там поработал, но большими расходами считать не могу. Хотя мы это делаем. Я езжу, ездят другие люди, это происходит. Никакого платного размещения нигде, потому что это не окупается. Мы занимаемся этот маркетинг, мы умеем это считать. Это не окупается ни в долгую, ни в короткую. Мы, ну, генклауд умеет каким-то образом продавать битрикс24 прибыльно, через контекстную рекламу. Мы не умеем, может быть, квалификации не хватает. Но по нашей практике это убыточно в 100% случаев, поэтому мы не делаем этого. Мы масштабируем те каналы, которые работают. Мы давно поняли, какие каналы работают у нас. У нас работает контент-маркетинг. Я очень люблю хвалиться посещаемость нашего сайта. Посещаемость нашего сайта 1100 человек в день. Это целевой трафик. Это сопоставимо с средним временем на сайте 16 минут. Какой основной источник трафика? SEO. Низкочастотное SEO. У нас на сайте опубликовано почти 300 статей на разные профессиональные темы. Там есть статьи неконверсионные. Ну, например, одна из самых популярных неконверсионных статей это справочник по D7 битриксовой технологии. Он был выпущен раньше, чем официальная документация и генерирует нам человек 150 в день посещаемость. Это не целевой трафик. Весь остальный трафик целевой. Мы научились это делать. То есть мы выпускаем минимум 3 в хороший месяц 8 хороших статей. Ну, я очень часто отвечаю на вопрос, кто их пишет. Ну, мы пишем. Пишут руководители отдела, пишут менеджеры, редактируют все статьи. Я иногда, я сам пишу статьи, сейчас все меньше и меньше. Какова стоимость этого? Я тоже считал, вот год назад у меня было выступление в этом зале на эту тему, я рассказывал, я рассказывал, как поймать клиентов на контент. Стоимость примерно такая. Один, если сложить всех людей, кто участвует в этом, наверное, мы получим примерно от одного до двух человек фулл тайм в месяц. Ну, понимаете, да, как я считаю? То есть 5% моего времени, 5% авторов и так далее. Вот если все поскладывать, получится примерно от одного до двух человек фулл тайм на то, чтобы генерировать весь наш контент. Много это или мало? Ну, в компании работает 60 человек, ну, давайте по максимуму возьмем, два, два с половиной человека, учитывая переключения и дурную активность. Получается, ну, процента, сколько получается, 4 от фонда оплаты труда на это уходит. Ну, вот можно посчитать. То есть это точно единицы процентов. Ну, мы воспринимаем это как побочный результат. Сделал хороший проект и не написать в нем статью, ну, это просто безобразие какое-то. Поэтому мы это делаем, это хорошо на нас работает. Вынужден добавить, у меня кардинально другая точка зрения. Я вообще считаю, что реклама это двигатель прогресса. И реально, если ты не рекламируешься и даже делаешь все очень хорошо, то ты умрешь бедный. Я не хочу бедно умереть, мы все умрем. Лучше я умру богатый, да? Так вот, значит, я, когда говорил цифру, считал чисто деньги, которые мы выделяем. Конечно же, есть еще и люди. У нас 4 человека только пиаром занимаются, только пиаром. И получают зарплату только за пиар, и я не говорил вам эту цифру. Вообще, считаю, что на нашем рынке, на рынке разработок, прямая реклама, о которой сейчас говорили, она действительно неэффективна. То есть, контекстная реклама, делаем сайты на битрексе, я не знаю, разворачиваю битрексе 24 или еще угодно. Это все нерабочий инструмент, действительно. Но на нашем рынке великолепно работает и монетизируется пиар. Просто великолепно. Причем, он работает в долгую, он работает накопительно. То есть, каждая дополнительная статья работает тебе плюсом на завтрашний день. Вот если вы сможете, как вам, master, вот это вот направление пиар, действительно, максимум в него залазить, и по всем фронтам раскрыться, вы будете очень богатыми, у вас не будет проблем с поступающими заказами, вы сможете выбирать наиболее интересные, с наиболее хорошим оверхэдом. Вот как-то так. Для меня вообще не стоит вопрос, рекламировать или нет. Контекст, не контекст, без разницы. Вам дают инструмент к аудитории. Вы либо можете им пользоваться, либо нет. Если мне разрешат поставить пиксель на его сайт, клянусь, я собираю столько звонков на разработку сайта, что все будет отлично. Вообще, мы у себя очень много используем контекста. Используем его много на западных рынках, используем много здесь. Как пример, мы долго не могли освоить YouTube. и такой заход, и такой заход. Ну вот как-то у нас не шла эта история. Прям прорыв в этом году на западном рынке. Отгадали. Просто нашли способ, нашли формат, нашли инструменты, научились настраивать плюс тысячи регистраций в день. Молодцы. Вот вам деньги, поехали дальше. По поводу общего совета. Давным-давно мне сказал, человек просто вот так в разговоре, оффлайновый бизнес тратит на рекламу 5% от оборота. Я вышел со встречи, иду, думаю, они же оффлайновые, а мы онлайновые, а мы еще хотим в два раза быстрее двигаться, я буду тратить 10% от оборота. Я пришел, и прям, это было так необычно, я сказал, так, ребята, вот 10% от оборота мы никуда не используем, кроме как на рекламу и на продвижение. И вот первый месяц ты смотришь на эту сумму, и с ней надо что-то делать. Ты, так, нужно кого-то, кто будет это тратить. Хорошо, появился первый, кто начал это тратить. Потом ты думаешь, теперь надо определиться, чтобы критерии расхода были какие-то нормальные. То есть, как только появляется статья расхода, ты начинаешь считать, на первый взгляд, проблемы, но денег-то становится с каждым разом все больше, бюджет становится все больше, и теперь уже нужны помощники, чтобы тратить, но вы потом чувствуете по критериям, по параметрам, что это работает. У нас в зависимости от рынков до 30% от оборота может занимать вообще рекламный блок в целом, в зависимости от продукта и в зависимости от рекламы. Поэтому смотрите за своими целями. Правда, если вам нужно просто усилить какое-то сообщение, отлично работающие инструменты, подлили в Facebook, в Instagram, и вы уже усилили там аккаунты свои. Вам нужны прям звонки, это вопрос только таргетинга. Вы даже по той аудитории, что есть, вы можете такие же найти. Великолепные сегодня инструменты, фантастические, точечные инструменты дает сегодня рынок. Если вам нужна аудитория, вы обязательно найдете подходящий. Спасибо большое. Друзья, время летит незаметно, и мы практически приблизились к концу круглого стола. Если у вас остались вопросы, передаем сейчас микрофон на два вопроса из зала. У нас есть еще время. Антон Резников, компания АИМ-1. Таковинин в свое время говорил про буст, про продукт. Говорит, почему такая низкая стоимость лицензии? То есть мы внедряем сайты интернет-магазинов за несколько миллионов, очень сложно клиенту объяснить, почему лицензия на буст там стоит дешево. Вопрос по конференции по нашей. Зачем вам бесплатный тариф? Как клиенту продавать внедрение, если есть бесплатный тариф? Битрикс 24? Именно. С таким функционалом интернет-магазинов и так далее. То есть как ему объяснить ценность? С облаком Битрикс 24 получилось? Вот как раз хочется понять, как это делать. То есть клиент приходит, видит, что тут все бесплатно. Ну, давайте честно скажем, что бесплатный тариф – это реклама. Обалденная, огромная. Это огромный рупор. Мы кричим и в эту огромную воронку втягиваем большущую часть рынка. Это дало нам скорость, с которой мы идем значительно быстрее всех участников. Мы вышли на рынок с Битрикс 24, когда Мегаплану было 5 лет, АМА было 4 года, селсфорсу десяток, да и вообще всем остальным на западных рынках и на российских рынках много. А это значит, что дается огромная скорость. Объем, ну, возможно, мы там не доделаем парочку, то есть могли бы собрать, но по нашей уверенности, по нашей модели соберем мы больше за счет такого плана. Плюс еще один аргумент. Иногда вот, например, спорят, но вы дали фикс и по пользователям не берете, а могли бы заработать больше. Скажу прямо, мы неоднократно пересчитывали внутри. То есть мы теперь знаем цифры, знаем, сколько приходит людей и те цены, которые мы рассуждали, вот если бы мы взяли этот фикс и брали за этих пользователей, мы бы заработали меньше. То есть фактически это опять же более прогрессивная модель. Зато конверсия существенно изменяется. Намного выше. Да вы сами это почувствовали, когда мы, например, поменяли ценовую политику на битрикс24, на коробку. Ну вы посмотрите, насколько быстрее. Вот мы сидели в формулу, проспорили все мои. Я почти два раза, два с половиной раза увеличилось количество лицензий. Это ваш объем. Да, мы заработаем меньше, вы заработаете больше, потому что там основная ваша стоимость. Услуг, объемы и так далее. Обосновать цену, да научили бы уже с вами рынок обосновывать цену. За часы, за объем, за работу, если прям не пытаемся спрятать, а показываем правильно компетенцию, то совершенно нормально обосновываем любые миллионы. Цена лицензии уже ни грамма не мешает. Зато у нас есть с вами получить шанс весь рынок, и мы к этому идем. Может как-то временно ограничить, там полгода, например. Вы знаете, бывает такое, когда в футболе подходит уже матч к концу, 90-я минута, и вдруг команда выхватывает мяч, стремится к воротам и забивает гол. Человек, который сейчас задаст последний вопрос, он не ожидал, что я ему задам вопрос, тот же, который задали вы, потому что подошел задать вопрос человек, уже упоминали сегодня компанию Генклауд, компания занимается продажами только облака. Вот их экспертиза продажа только облачного Битрикс24. И они, например, в декабре у нас стали лидерами продаж, продали больше всех. Юр, вопрос, вам бесплатный тариф мешает продавать или помогает? Нам бесплатный только помогает. Больше клиентов, больше трафика, больше рассылок, больше общения. Как бы, чем больше трафика, тем больше вы продаете, поэтому мешать они не могут точно. Окей, а теперь задавай твой вопрос. У меня вопрос по теме нашей панели, собственно, синергия или конкуренция. Я вот замечаю в последнее время, наверное, в последний год такую тенденцию от вендора, что транслируется опыт на партнерскую сеть. У нас есть общий формат каких-то семинаров федеральных, у нас есть общие акции, общие цены, общие скидки, есть книга продаж, которая всем партнерам одинаково раздается, есть учебные курсы и для разработчиков, теперь еще появились по продажам, появились для внедренцев учебные курсы, то есть такой опыт транслируется. Я даже был на прошлой неделе в офисе, в кулуарах, за кофейком, мне сотрудник лично подошел и то же самое транслировал, что собирается опыт с партнерской сети и транслируется вот на нас. Вопрос, на который, скорее всего, все участники уже ответили, а вот растущим или начинающим компаниям будет интересно, вот в таких условиях усреднение экспертизы, усреднение ноу-хау, усреднение наших как бы отличий, чем мы можем отличаться друг от друга, чем нам делятся, в чем будет наше конкурентное преимущество в условиях, когда по крайней мере старт у всех одинаковый. Очень интересный вопрос, давайте поаплодируем. На самом деле, мне кажется, застал врасплох даже немножко участников. Я могу сказать, концентрация. Вот Джобс еще об этом говорил, что если ты хочешь сделать что-то очень хорошо, надо на этом сконцентрироваться и все лишнее отмести. Вот мне кажется, если ты хочешь, это позиционирование называется, если ты хочешь в чем-то конкретном быть номером один, выделиться и все остальные массы, нужно именно на этом сконцентрироваться. Вещей, на которых можно сконцентрироваться огромное количество, вернее бесконечное количество. Даже в одном ряде продуктов, таких как Bittrex, можно выделяться за счет абсолютно разных ниширований, так скажем. Например, вот как мы в какой-то момент поступили и начали приглашать себя разработчиком самой крупной корпоративного портала на Bittrex. Поэтому только сконцентрироваться, причем не обязательно это вам должно приносить основной поток денег, это вам будет приносить основной поток славы, а славу уже будете монетизировать деньги. Отлично, спасибо большое, Александр. Сергей Рыжиков. Я совершенно не согласен с тем, что обобщающий опыт, обобщение опыта приводит к усреднению. На мой взгляд, это в принципе невозможно. Это приводит для нас к пониманию контрольных точек. изучая ваш опыт, мы понимаем, что, например, вот в текущий момент мы хотим вас научить полученный лид, засовывать в воронку, нам не важно, как вы работаете с клиентом внутри, и дожимать. Я бы еще время контролировал, ну как бы следил за тем, не контролировал, а понимал, вот сколько уходит времени. Вы видели, там менялся рейтинг, потому что это вот ключевые метрики, на которые мы хотим смотреть. Но исключено выравнивание партнерской сети. Более того, вы никогда от нас не слышали, я думаю, никогда не услышите, ребята, работайте вот так и только так. Ну прям. Мы даем рекомендацию, как мы видим, или там учим, да, но еще ни разу я не помню ситуацию, чтобы брали и выполняли вот такой сценарий. Это скорее учебный материал. Смотрите, да, это вот, вы вот видели, вот это работает методика, да, или вот здесь вот это дает хороший результат. Но у каждого из вас свои особенности, свои методы коммуникации с клиентами, какие-то сильные качества. То есть вот есть у вас люди, которые отлично работают с контекстом, с онлайном и с другими факторами. Все, это ваша территория. Будете вы брать всю страну, будете вы смотреть на конкретный город, на специфику услуг, это другой вопрос. В целом, я бы сказал, что спрос на сегодня настолько неудовлетворен, нету грамотного предложения. То есть я лично общаюсь с клиентами, непрерывно слышу от них, ребята, мы не можем найти системного внедренца. Да, они иногда говорят, ну то же самое, как на рынке сайтов. Нам дорого, это всегда обычно означает, я не понял, за что берут деньги. Когда ты приходишь и говоришь, решу твои бизнес-задачи вот так, вот так, нормально его проводят, повороночки, смотрят, как ее поменять, чтобы вываливалось меньше из этих этапов, вы все становитесь индивидуальны, исходя просто потому, что вы просто разные индивидуальные компании. Не вижу шансов, чтобы вы выровнялись. Хочется еще вот что сказать, что большинство компаний на нашем рынке на самом деле небольшие, и они являются, стиль их работы являются отражением собственника. И что дает Битрикс учебными курсами, книгами продаж и прочими вещами. У многих из нас, у меня нет профильного образования, я там программист по образованию. И где мне научиться, как правильно делать, чтобы, ну скажем так, лицом по асфальту ехать не 2 километра, а там 5 метров, и не по асфальту, а по мягкой грязи, например. То есть поехал, встал, и дальше уже с деньгами в кармане пошел, уже потом поехал, да, то есть на машине. Вот. И Битрикс дает инструменты, чтобы вы вот этот вот путь, как бы без денег, без клиентов, без возможностей, но с проблемами, вы его как можно быстрее прошли или вообще на него не попали. А уже как по этому пути потом идти, там ползком, стоя или бежать, это уже отражение на собственника, и тут выбирайте любой путь. Мне кажется, работы на всех хватит. Отлично. Спасибо большое, Роман. Друзья, были вопросы, связанные с техническими нюансами, с особенностями работы партнерской программы. Я рекомендую задать эти вопросы по партнерской, подойдите к нам, к Александре Седовой, по вопросам продукта, подойдите к нашей технической команде. А сейчас на этом давайте завершим наш круглый стол бурными аплодисментами экспертам. Мне кажется, здорово все получилось сегодня. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ